Прокрашиваю, без белых пробелов. 270 литров и порядка 500 баллонов краски. Именно столько нужно, чтобы неприметным сооружениям в Изумрудном подарить новую жизнь. Всего за несколько дней организаторы и волонтеры собрались преобразить 9 таких площадок. У нас начался фестиваль 3-го числа, но мы начали, конечно, гораздо раньше. Про организацию, если говорить, то мы начали с конца января. А 1 июня, например, у нас уже движняк шел, приехали художники, начали рисовать, мы тут носили краску. Вместо серых стен новые арт-объекты. И они непременно будут радовать глаз горожан, уверены художники. Кстати, тут изображают не просто рисунки. В каждый эскиз творец заложил смысл и продумал все до мелочей. За моей спиной большая раскраска. Курирую ее я по моему эскизу, на четыре сектора поделенную. То есть большая стена, 385 квадратов, будет расписана. Задумка такая, что это, я назвала это сибирские лики, это такие охранители парка будут здесь. Они на страже, на защите. И такие вот верные соратники, такие духи. Взять в руки кисти и баллончики пришли десятки барнаульцев. Разных возрастов, некоторые даже с семьями. Я ему сказала, ты представляешь, ты будешь гулять с пацанами, со своими сверстниками, и говорит, что именно этот участок был разрисован тобой. Окей, я пойду. Дочь у меня занимается искусством, она учится в художественной школе номер один. Поэтому мы решили поучаствовать. Кстати, помогают создавать новые арт-объекты и художники из соседних регионов Сибири. Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и Омска. Для кого-то может быть сложно, но мы просто любим это дело. Это очень такое медитативное, успокаивающее занятие. Стоишь, красишь стенку, особенно в таком красивом парке, вокруг природы, солнышко. И это классно. Попробовать себя в арт-искусстве может каждая площадка, будет работать еще три дня. Мы тоже решили не остаться в стороне и приобщились к куличному искусству. Помимо художественных изображений, сделали и инсталляцию. Полюбоваться в зеркало возле амфитеатра может каждый желающий. Также для всех участников подготовили виниловую вечеринку, танцевальные батлы, мастер-класс по гончарному делу и не только. Фестиваль будет проходить до 9 июня. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.